Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так или иначе задевающее меня за живое. Начнем пожалуй. Конечно в приятном смысле меня задевает за живое то, что компания Apple провела очередную презентацию и представила всем iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И многие читают это как промах. Ну что ж, наконец-то я как все, наконец-то мой iPhone уже обустаревший и можно по этому поводу успокоиться и не объяснять всем, да мне семья подарила, все скинулись и так далее и тому подобное. Теперь я как и все нищеброды хожу не с топовым iPhone и слава богу. Но в связи с этим меня посетила одна такая неочевидная мысль, возможно я заблуждаюсь. Ее высказал не я, на нее натолкнул меня всемирно известный велсоком, но действительно похоже Apple сменила цикличность своих продуктов. Мне iPhone никогда не нужен был в качестве понтов, мне он нужен как самая мощная рабочая машина. Ну в частности именно на него я сейчас снимаю этот ролик. Я много в нем пишу, много монтирую, связываюсь с людьми и так далее. Я даже сайты могу в нем администрировать, если я где-то в дороге. То есть это незаменимая рабочая машина, офис который всегда в кармане. Я даже презентации иногда с него показываю. Ну и разумеется я на нем читаю книги и смотрю YouTube и так далее. Для того чтобы всем этим хорошо и удобно пользоваться, я в свое время уловил важную цикличность производстве компании Apple. То есть раньше у них был, касаемо айфонов, четкий двухгодичный цикл. То есть каждый год компания выпускает новый iPhone. И обычно первый, который просто обозначался цифрой, это был типа инновационный, но на деле крайне сырой продукт чисто для понтов. Чтобы вот купить и говорить, а у меня новый iPhone. А потом выходила версия с буковкой S рядом с цифрой. И это был уже собственно говоря доработанный вот вариант предыдущего iPhone. И там всегда была еще какая-то новенькая интересная фишечка. И вот эта модель S уже всегда годилась для работы. Там исправляли все косяки предыдущих моделей и можно было пользоваться. Ну в этом смысле лично для меня до четверки айфонов не существовало. Потому что я тогда не очень понимал, что это за бренд и как он удобен. И так снобиски посматривал на тех, кто любил продукцию фирмы Apple. И это происходило ровно до той поры, как я попробовал первый продукт и вскоре перешел на эту экосистему полностью. Ну просто потому, что ничего лучше человечества в плане электронных устройств не изобрело. Я помню, как я был готов плакать. Потому что до этого я пользовался устройствами на базе операционной системы Windows. И, например, записать фонограмму, воткнуть в любой Windows-компьютер MIDI-клавиатуру. Нужно было быть экспертом в области аудио-драйверов. Для того, чтобы справляться с задержкой MIDI-сигнала. Мне даже Google стал слазь контекстную рекламу. У вас задержка, нарушение менструального цикла. Ну потому, что я много раз запрашивал задержка MIDI-сигнала. И я помню, я был готов расплакаться, когда я в примитивнейший MacBook Air воткнул через переходничок MIDI-клавиатуру. И никакой задержки, она просто заработала. Ну, в общем, с тех пор я перешел на технику компании Apple. И это вообще никакая не реклама, это просто объективно удобная и хорошая техника. Но вернемся к айфонам. До четверки лично для меня айфонов не существовало, а когда вышла четверка, она мне впервые понравилась по дизайну. И я тогда впервые начал думать, может быть надо бы и попробовать. Потому что еще и фотографировала она на тот момент просто лучшим образом среди всех. Но, естественно, я себе ее не покупал, а купил, когда вышло 4S. И вот оправдалось вот это мое ожидание. Четверка была сырая, и из-за инноваций там был классный дизайн. А вот 4S, там уже была Siri. 4S можно было использовать как роутер, то есть раздавать с него Wi-Fi на другие устройства. И камера была там просто бомба. И я сегодня пересматриваю некоторые фотографии, сделанные на 4S. И они мне иногда кажутся лучше, чем нынешние фотографии. Это просто было что-то невероятное. И вот этот 4S, мой первый, он у меня живой еще. Видите? Он до сих пор работает. Ну, правда, медленно работает. Сейчас я его разблокирую. И на него даже прилетел сейчас вот какое-то обновление. 9.3.6. Мы этот 4S, здесь сломалась камера, здесь много чего уже не работает. Но в нем по-прежнему работает Wi-Fi, то есть он синхронизируется с iTunes. И мы с этого малыша сегодня запускаем плейлисты, фонограммы для наших богослужений. Так что, если вы придете на наше богослужение, то музыка, которая играет в колонках, она вот с этого iPhone 4S. Это был прекраснейший телефон. Потом вышла новинка. Пятерка. Ну, что в нем было? Ну, он был длинный. Все. А вот 5S был уже и длинный. И в него уже встроили сканер отпечатка пальцев. И камеру допилили. То есть, для понтов все купили пятерку. Ну, понтовщики, у кого много денег, потом купили и 5S. Но все, кому телефон нужен для работы, для дела, ждали серию S. И купили 5S, где уже можно было работать. И 5S мне подарила жена тогда на день рождения. А после мы, кстати, пользовались простой схемой. То есть, жена же все равно копит какие-то деньги мне на день рождения. Поэтому мы старый iPhone продавали, добавляли эти деньги и покупали новую из серии S. И вот эта цикличность меня не подвела. Вышла шестерка. Гигант. Наконец-то выпустили лопату. Большой. Ну и все. А что еще в шестерке было прикольного? Да ничего. Кроме того, она еще и гнулась. А потом вышла серия 6S. Исправили недостатки корпуса. Исправили аппаратные косяки. Добавили поддержку 3D Touch в экран. И камера стала снимать в 4К. Вот это уже можно было брать. И я к этому моменту так к этому привык, что 7-ку, например, я даже и не рассматривал. Семерка вышла. Ну, новое железо, окей. Ну, кнопка Home теперь была там не механическая, а сенсорная. Ай-яй-яй, что ж такого? Но все, конечно, ходили. У меня 7-ка, ля-лю, вот это вот хорошо. Я-то как путевый ждал 7S. Но дальше у Apple в голове что-то сломалось. Вместо 7S выпустили 8-ку. Разумеется, я покупал только большие уже версии, вот плюсы. И я думал, думал, сравнивал. И тут же вышла ведь и десятка вместе с восьмеркой. И я так подумал, что восьмерка это вместо 7S. Ну, а десятка это вот сырая новинка. Ну, окей. У Apple был юбилей. Надо было как-то выпендриться. Я подумал, ну, сейчас небольшой сбой. Серии S больше нет. А дальше все пойдет как и раньше. Поэтому, действительно, восьмерка была лучше. С улучшенной двойной камерой. Там добавили портретную съемку. Туда добавили беспроводную зарядку. Ну, типа это как 7S. А десятка вот этот сырой продукт для понтовщиков. И, действительно, все понтовались. Все ходили с десяткой. Но я так посмеивался. Ну, там Face ID, конечно, все это типа удобно. Но для работы не очень важно. А потом вышла 10S. И я, конечно, ну, ее купил. Ну, вернее, мне ее опять подарили на день рождения. И тут я понял, что я облажался. Потому что, конечно, 10S Max это доработанная десятка. Но я думал, что сейчас выйдет сырой 11. И это будет инновация. А потом выйдет какой-нибудь 11S. И вот о нем уже есть смысл думать. То есть, для работы он будет уже пригоден. А ничего подобного. Похоже, что Apple действительно перешла на трехгодичный цикл. То есть, вот абсолютно допиленная десятка. Это сейчас 11 Pro Max. Это нормальный рабочий аппарат. То есть, 10S Max не было смысла никакого брать. Вот надо было в качестве этой серии S брать 11 Pro Max. Но, поскольку с десяткой S он практически... Ну, подумаешь, вместо двух камер три. Да, там может быть что-то допилили в качестве съемки. Ну, не знаю. Посмотрим. Когда аппарат поступит в продажу. Посмотрим на тесты, на видео тесты, фото тесты. Сделаем выводы. Пока еще немного преждевременно делать выводы. Но у меня очень сильное подозрение, что Apple перешла на трехгодичную такую вот систему. То есть, сейчас нет смысла брать как бы первые два телефона новых модельных рядов. То есть, вот из того, что не надо было брать. Не надо было брать десятку и не надо брать 10S. Можно было бы спокойно походить с восьмеркой и сразу перейти на 11 Pro Max. Это если вам нужно действительно для работы. В этом смысле я сделал ошибку. И интересно, что следующие два телефона, скорее всего, тоже брать не нужно будет. А нужно будет брать вот третий. Ну, если, конечно, эта догадка подтвердится. То есть, теперь этот цикл будет состоять из трех этапов. Сырая инновационная новинка. Чуть-чуть доработанная серия типа S. И хорошо доработанная, пригодная для работы серия Pro. Ну, вот как-то так, скорее всего. Я могу ошибаться. И в этом смысле, конечно, для понтов, те, у кого много денег, будут покупать новые айфоны ежегодно. Ну, а для работы теперь айфон можно покупать раз в три года. Ребята, как вот меня сейчас достает и раздражает вот эта навязчивая реклама по телефону. Где-то они узнают номера телефонов, сливаются базы данных, телефонных номеров. И мне постоянно звонят с каким-то эксклюзивным предложением от каких-то банков. Еще от кого-то, еще от кого-то. И очень забавно было. Вчера был такой телефонный звонок входящий. Я беру трубку, говорю, алло. А мне из трубки женский голос отвечает, да, Петя. Я говорю, что? Да, Петя. А дальше тот же женский голос, немного шепелявее и картавее, начинает говорить о каком-то предложении от очередного банка. Я привычно говорю, спасибо, не нужно. Сбрасываю звонок. Все это занимает, ну, буквально пару секунд. Но я начинаю думать, а что это было вначале, да, Петя? А потом до меня дошло. Это так девушка произносила слово, здравствуйте. Ну, у нее, видимо, был дефект речи. Просто я похохотал. И в связи с этим я что-то вспомнил, что надо бы как-то от этого, ну, избавиться. Может быть, вы знаете какие-то эффективные способы распознавать нежелательные звонки еще до того, как они поступили к вам в телефон? Я знаю, есть вот для айфонов, в частности, такие приложения, там, Яндекс делает, по-моему, дубль ГИС, они предупреждают. Прям нежелательный звонок, там, реклама, там, еще что-то. То есть, у них есть свои базы данных, вот таких рекламщиков. Но пока это не сильно спасает. Поделитесь в комментариях, если вы знаете, как от этой напасти защититься. Тут пришла новость. Католическая школа в США изъяла из библиотеки книги о Гарри Поттере. Наставники опасаются, что тексты подлинных заклинаний могут вызвать злых духов. Ну, и это подается, конечно, как католики-мракобесы Гарри Поттера запрещают. Друзья мои, тут я должен сказать только одно. Мракобесы, конечно, есть везде. Они есть и в РПЦ, они есть и в неопротестантских сообществах. Ну, и, конечно, в рим-католической церкви тоже они есть. Но от этого просто никуда не деться. Кстати, я очень хорошо помню прекрасную книгу диакона Андрея Кураева «Гарри Поттер в церкви между анафемой и улыбкой». В свое время ходили и по протестантским церквам всякие такие страшилки о Гарри Поттере, что, дескать, там идеализируется мир магии. Там настоящие заклинания. Дети начинают колдовать. Возникают анекдотичные ситуации, когда там какая-нибудь досужая бабушка в воспитательных целях спрашивает у маленького ребенка «А волшебное слово?» Ну, типа, ожидая услышать «пожалуйста», а в ответ слышит «Авада Кедавра» или «Экспилярус». Ну, то есть дети действительно играют волшебными словами из «Гарри Поттера». Но, наверное, это ведь и все. И у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Еще когда я услышал вот эти даже неопротестантские страшилки про Гарри Поттера, я тогда еще книг о Гарри Поттере не читал и не попал еще под их обаяние. Потом я прочел и был в совершеннейшем восторге, и мои дети все прочли, и все фильмы посмотрели мы всей семьей и так далее и тому подобное. Это просто восторг, шикарно. Это настоящая литература. Причем литература с мощным христианским посылом, с мощным христианским подтекстом. Хотя Джана Роулинг не позиционирует себя как христианка и в последнее время делает всякие реверансы в угоду этому секулярному миру. То Дамблдер гей у нее, то еще что-нибудь. Ну, в общем, это, конечно, уже коммерциализация. Но первые классические семь книжек были выдержаны в строгом духе английской литературы, которая получила в свое время такой мощный христианский фундамент, что еще лет 200 у настоящего английского писателя не выйдет откровенно антихристианского произведения. Я, конечно, говорю о настоящей английской литературе. Но когда еще только начиналась вот эта шумиха по церквам, еще тогда по баптистским церквам, уже тогда я пожимал скептически плечами. Потому что авторами всех этих памфлетов о том, что «Ай, дети произнесут фразу Авада Кедавра и нечаянно вызовут сатану или демона» показывали, как далеки авторы этих брошюр от настоящего оккультизма. Я не скажу, что я прям ах-ах-эксперт в этом вопросе, но до своего активного христианства, до начала своего такого серьезного погружения в мир Евангелия, я повращался в определенных оккультных сферах. Кстати, тоже не самого высокого пошиба, но повращался. Это было перестроечное время, тогда все было в диковинку, все всем интересовались, и завеса над некими тайными знаниями чуть-чуть иногда приоткрывалась, если знать нужных людей. Конечно, наряду с этим было много шлака и шарлатанства, все эти экстрасенсы, целители, качатели энергии Кундалини, Цигун и так далее, но наряду с этим становилась известной тем, кто действительно интересуется, информация о подлинном оккультном мире, мире магии и колдовства. И всякий, кто серьезно сталкивался с этим, конечно, понимает, что нельзя просто прочитать заклинания из книжки и вступить в оккультный мир. Во-первых, далеко не всякий человек может овладеть темными искусствами, и это не потому, что бесы джентльмены. Сатана и демоны, конечно, были бы рады всех людей поработить, но тут мы сталкиваемся с некой защитой божьей. Разумеется, в оккультных кругах вот эта вот все предрасположенность некая к оккультному, к магическому, она подается как особая избранность темными силами, но действительно не каждый может этим заниматься. Во-вторых, подлинные знания о темных искусствах никогда не печатаются в газетах и в книжках. Все это абсолютная чушь и шарлатанство с целью достичь какой-то выгоды. Чтобы серьезно продвинуться в области темных оккультных искусств, нужно пройти довольно мерзкие ступени посвящения. Поэтому в этой сфере, кстати, много шарлатанов, и поэтому вот ну не дай вам Бог действительно встретиться с чем-то подлинно темным и оккультным. Это мерзость перед Богом, и мы как священники этому как можем должны, конечно, противостоять. А книжки о Гарри Поттере это сказка, это выдумка, игра, неправда. Да и не работают эти заклинания сами по себе. Для того, чтобы они сработали, там всегда нужна волшебная палочка. А волшебную палочку никак не изготовить, потому что у нее сердцевина то из сердечной жилы дракона, то из пера феникса, то из волоса единорога. Ингредиенты для зелий не продаются в обычных аптеках и так далее. То есть Роулинг, она молодец, она специально все вот эти волшебные манипуляции составляет в книжке таким образом, чтобы их невозможно было в реальной жизни воспроизвести. Ну а что касается популяризации и романтизации оккультизма, то у Гарри Поттера этого не происходит. Есть другие сказки, вот мы недавно с семьей смотрели полумультик, полуфильм про тоже каких-то волшебников. Но там это центр сюжета, там стать волшебником самоцель и вот иметь власть над природой и над всеми злодеями. А у Роулинг это всего лишь такой соус что ли, это не основное блюдо, это инструмент при помощи которого она просто рисует ну такую свою художественную ткань. А главная цель там идей самопожертвования и непростого морального выбора. И конечно, когда ты объясняешь детям, это все очень легко делается. Меня дети спрашивали, а в жизни волшебники и колдуны бывают? Да, бывают. Но в жизни не бывает хороших. В жизни не бывает добрых волшебников. В жизни не бывает Гарри Поттеров и Дамблдоров. В жизни нет белой и черной магии. Есть такие термины, но в жизни вся магия темная, сатанинская. Не надо туда. А в сказке сплошь и рядом. В сказке пожалуйста. В сказках есть небывальщина. В сказках бывают добрые волшебники. В сказках люди летают на коврах в самолетах. Ходят коты в сапогах. В сказках мы разговариваем с животными. Много небывальщины бывает в сказках. А в жизни нет. И ребенок всегда чувствует эту грань. Вот это сказка, а вот это реальность. И вся эта шумиха мне напоминает то, о чем я читал у Корнея Ивановича Чуковского. В книге от двух до пяти. В советские годы были педологи, которые изгоняли волшебную сказку из быта советских детей. Опасаясь, что она подорвет их материалистическое мировоззрение. Скажем, начитается эдакий человек сказок в детстве. А потом вдруг станет людоедом. Почему вы едите людей? Спросят его окружающие. А он застенчиво скажет. Видите ли, в детстве мне прочитали книжку про мальчика с пальчик. И теперь я каннибал. Ну это глупость. А мракобесы, к сожалению, есть везде. Очень коротко. Патреон отчет. На сегодняшний день с утра было 19 патронов. 73 доллара в месяц собираем. Пока этого мало, становитесь нашим патроном. Информация в описании. Мужчины и христиане, поступайте в онлайн-центр подготовки проповедников. Информация здесь и в описании тоже. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok